Мартовский заяц, шляпник, червоная королева. Алису в стране чудес любят многие дети и взрослые. Ее много раз экранизировали, создавали мультфильмы, музыкальные сказки, спектакли, даже компьютерные игры. Есть сюита, балет, а теперь еще и мюзикл на сцене улыбинского сельского дома культуры. Решено было создать это музыкально-театральное представление по мотивам знаменитой сказки Льюиса Кэрролла. Чтобы осуществить задуманное, художественный руководитель клуба стала победителем регионального конкурса общественных инициатив «Со мной, регион, успешнее». Главное, чтобы костюмчик сидел. Сегодня перед генеральной репетицией надо убедиться, что ни одна деталь не подведет во время выступления. Новые юбочки теперь есть у всех возрастных групп танцевального коллектива. Изготовить сразу 30 костюмов накладно. Победа в конкурсе «Со мной, регион, успешнее» помогла сразу решить две проблемы – в чем выступать и как объединить детей и молодежь ради общего дела. Вообще мюзикл направлен на привлечение детей и молодежи в творческую деятельность именно села Улыбино. Потому что вроде детей занимается много в коллективе, но хочется еще, чтобы дети не болтались на улице и молодежь тоже. Маргарита Гвоздова работает худруком здесь недавно. Проводит мероприятие, ведет танцевальный кружок. Она и придумала организовать в селе то, чего раньше не было. Написала сценарий мюзикла, в который вошли танцевальные номера, театрализация и вокал. Веселая мышка моя лежала, она мотлаканной мышкой была. Привлекли не только кружковцев, но главную роль пригласили четвероклассницу Соню Ожогину, которая хорошо читает стихи и любит литературу. Это был я или не я? Кажется, уже не совсем я. Но тоже в таком случае. Для дебютанки Соня держится хорошо. В своей героине она ценит храбрость и любознательность. Я считаю, что эту сказку могли посмотреть все. Там есть доля добра. Алиса будет искать выход из волшебной страны. Она будет встречать разных животных. В руль антагониста Алисы, червоной королевы, выступает девятиклассница Софья Недугова. Почему именно здесь? Ну, как бы я считаю, что надо помогать все-таки своим. Мы уже все живем в одном селе. И помощь своим, мне кажется, это самое лучшее, что мы можем только сделать. Мы все танцуем в коллективе, мы все выступаем в коллективе. И охота, чтобы зрителям понравилось, и чтобы они запомнили это очень надолго. Первыми музыку увидят родители юных артистов, школьные учителя и представители места администрации. А через пару дней зрителями станут все желающие односельчане. Очень нравится, эта жизнь кипит. Особенно, представляете, мы почти полгода не работали. Тишина была, ну, жуткая тишина. Представляете, в режиме онлайн столько времени работать. И, наконец, мы вздохнули. Прям глоток свободы и творчества. И вот прям вот удовольствие получаешь. И дети с удовольствием приходят, и с удовольствием репетируют. В рамках проекта у артистов в музыкале запланированы гастроли. Как только снимутся ограничительные меры, Алиса в стране танцев и чудес поедет в ближайшие села. Например, в Чупино и Бурмистрово. Продолжение следует...